Проанализировав результаты своей деятельности за прошлый год, руководство нашего предприятия решило провести рекламную кампанию. В рамках маркетинговой стратегии мы планировали начать производить наш популярный продукт – фиточай в упаковке чая в пирамидке из нейлона с ниткой и бумажным ярлычком, с последующей упаковкой в целлофановый конверт. Ярлык чайного пакетика – это бумажный ярлычок, который, в принципе, на нитке крепят к пакетику из фильтровальной бумаги. Мы на протяжении 20 лет занимаемся изготовлением биопрепаратов, все время осваиваем новую продукцию. Наше предприятие входит в состав крупного производственного объединения в Ногинске. Начать производить чай в специальных чайных пакетиках планировалось через 5 месяцев, чтобы, главным образом, в самые короткие сроки провести рекламную кампанию. Использование чайных пакетиков обеспечивает порционное дозирование чая в пирамидку. Мне, как ведущему технологу подготовки производства, поручили найти оборудование, которое обеспечит выпуск фито-чая в пирамидке с ярлычком от 18 тысяч пакетиков в смену. С возможностью увеличения производительности машины. Основными критериями поиска были, во-первых, оборудование должно быть полностью автоматизировано, подача пакетика, сварка шва, обрезка. Во-вторых, управление машиной должно быть простым и понятным. Машину планировалось разместить в цехе сборки и фасовки. Для выпуска чая планировалось использовать фильтровальную бумагу для чая. Как технолог я понимаю, что на всех этапах производства важно соблюдать требования, предъявляемые к фармацевтическим препаратам, уровень влажности, температуру в помещении. В фармацевтическом производстве необходимо проводить аналитический контроль качества сырья, готовой продукции. Мы должны использовать качественное оборудование для обеспечения требований гигиенических служб. Поэтому к вопросу выбора автоматической оборудования для упаковки чая в пирамидке с ярлычком я подошел со всей серьезностью. Решение непростой задачи я начал с самого популярного способа – поиск в интернете. По рекомендации коллег первым делом я обратился к европейским производителям. Самостоятельно я выбрал два компании, одна находится в Италии, другая – в Словении. Отправив заявку им на электронную почту, через три дня я получил ответ от итальянской компании, которая сообщила, что не сможет поставить оборудование в связи с приостановкой его производства. Компания из Словении написала в электронном письме, что не работает со странами СНГ. Первый шаг оказался для меня не очень удачным. Я понимал, что нет безвыходных положений и продолжил поиск решения задачи. Аналогичное оборудование для упаковки чая я нашел у трех китайских производителей. Связался с ними по телефону. Менеджеры выбранных мной компанией не ответили мне, сможет ли их машина запаивать швы, обрезать пакетики в автоматическом режиме, обеспечит ли она производительность 2000 пакетиков в час. Когда можно получить готовую машину? На все эти вопросы я слышал фразу «Мы все сделаем». Одна компания начала со мной разговаривать на китайском языке, и я закончил беседу. В итоге я сделал вывод, что самостоятельно выбрать оборудование для упаковки гранул чая у меня не получится, и решил обратиться к специалисту. Мне нужен был профессионал, который, в принципе, даст полную информацию о машине, ее возможностях, протестирует на оборудовании с нашими материалом, расскажет об условиях поставки. Китайских посредников изначально решено было по сути не рассматривать, так как часто производители из Китая имеют своих прямых представителей. Я не хотел проходить этот этап заново и решил обратиться за помощью к российским посредникам. Выбор специалиста я производил, основываясь на следующих критериях – длительный период работы на рынке продажи фармацевтического оборудования, положительные отзывы клиентов, доступность информации на сайте компании, удобные условия поставки машины. По этим параметрам мною было по сути выбрано четыре компании. Отправив всем запрос по электронной почте от двух компаний я так и не получил ответа. Одна фирма предупредила, что у них нет своего специалиста по наладке и всю процедуру по установке оборудования необходимо будет производить самостоятельно. Этот вариант меня не устроил. Только один менеджер компании из Москвы смог быстро дать мне грамотные и конструктивные ответы на мои вопросы. Мне также понравился деловой подход этого специалиста. Менеджер данной фирмы обращался вежливо, задавал много уточняющих вопросов о требуемой мощности оборудования, какой материал мы используем для упаковки, желаемый размер пакетиков чаю. После предварительной консультации по телефону специалист предложил линию упаковки чая в пирамидку и конверт. Я согласован этот вариант с руководством нашей компании и мы заключили договор на поставку выбранной машины. Весь период изготовления я получал на электронную почту отчет о готовности моего заказа. Когда машина для упаковки чая была, по сути сделана, менеджер выслал видеоролик работы оборудования, протестированного на нашем сырье. Линия состоит из трех машин, работающих совместно. Нейлоновая ткань с прикрепленными нитками и ярлычками из рулона подается в зону дозировки. Машина формирует пирамидку с чаем. После формирования пирамидки они перемещаются ковшами транспортера к упаковочной машине. Из рулонного материала формируется конверт, в который, в принципе, автоматически помещается пирамидка с чаем. Готовые упаковки загружаются в картонный ящик внизу машины. Мой заказ был доставлен в указанный по договору срок. Машина была, по сути, сделана из нержавеющей стали. Управление оборудованием было, по сути, простое и понятное. Мы в течение двух недель после получения оборудования смогли его установить, произвести наладку и обучение работника. Как итог запустили в производство фито-чай в пирамидке с ярлычком всего за 4 месяца. Возможно, я не получил бы такого отличного результата в такие короткие сроки, в общем, если бы прошел путь по подбору оборудования самостоятельно. Опыт показал, что решение обратиться за помощью к профессионалу в выборе оборудования для упаковки чая в пирамидке с ярлычком было, по сути, правильным. Пообщавшись с настоящим профессионалом, я сам немного стал умнее, многому научился и абсолютно уверен, что хороший учитель тот, чьи слова не расходятся с делом. Я проверил это на собственном опыте.